аллилуйя слава богу слава богу шалом друзья кто подключается шалом шалом мир вам всем шалом шаббат шалом друзья слава богу всемогущему благодарен господу за этот день субботний сегодня приветствую всех вас словами приветствия в этой трансляции шаббат шалом шаббат шалом господь шаббат шалом дорогие друзья братья и сестры шаббат шалом всем 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 в первую очередь конечно приветствуем господа нашего потому что это его праздник есть праздники человеческие есть праздники там семейные личные праздники да есть государственные праздники национальные праздники допустим есть еврейский праздник есть такие праздники всякие праздники есть но есть праздники господни да и вот раз в неделю мы приходим господу на праздник особый праздник и в этом празднике мы показываем что мы констатируем факт что этот мир придуман не нами этот мир придуман не мной этот мир и создан не нами этот мир создан богом придуман богом и создан богом святым слава богу шаббат шалом две свечи у меня здесь на столе да и душ совершаю плод виноградной лозы да значит вот у меня здесь тоже шаббат шалом дорогие друзья сегодняшнее это включение такое в ожидании хануки я говорю шаббат шалом и в ожидании хануки то бишь праздника обновления как написано о нем в новом завете я я сейчас делал включение насчет прямую трансляцию делал уже прямо сейчас закончил я только что на своей основной странице на фейсбук на фейсбуке у меня получается три страницы насчет и одна но они так подписано первая страница вторая в том числе третья насчет первое написано архиепископ сергей жульев потом сергей жульев подписано потом сергий жульев вот так вот да интересно и так получилось что просто желающих много было дополнится но добавится друзья и я в принципе мало кому отказываю очень редко кому отказываю ну как бы по некоторым лишь соображениям некоторых даже к сожалению был вынужден на протяжении этих лет даже в черный список отправлять но я молюсь за всех друзей и врагов и за черный список у меня отдельно молитва постоянно чтобы господь действительно вот благословил этих людей и дал покаяние кому-то чтобы кто-то не богохульствовал там и прочее не заблуждался и насчет и знаете но вот первая страница она очень быстро у меня заполнилась там значит там не помню сколько 5000 или 10 тысяч друзей еще там лимит какой потом вторая страница заполнилась тоже также быстро и у третий тоже заполнилась фактически вот значит да по 5000 друзей там значит там каждый из них но с основной страницы я всегда делаю переброс информации насчет перекидываю информацию на вот насчет темой второстепенной странице вот там действительно это очень удобно конечно иметь общение там добрую половину я насчет всех моих друзей на социальным сетям я лично больше или меньше так знаю тысячи друзей у меня по всему лицу земли вы знаете ли это очень но радует действительно тем тем более мне еще больше радостно того что эти люди совершенно разные разных религиозных воззрений политических симпатий антипатий социального сословия очень разные цвета кожи национальности культуры это действительно огромнейшие богатства и слава богу за все одним словом скажу так слава богу за все и в трансляции которую я проводил прямо сейчас вот проводил на фейсбук она вот сейчас уже сохранилась автоматически и люди уже пересматривают смотрю ее уже присылают уже отзывы там комментарии пишут слава богу поэтому если вы если вам интересно зайдите на страницу на фейсбуке и посмотрите эту насчет эту трансляцию сохранившуюся в записи вот и насчет и тут же я объявил что я перехожу сейчас на насчет основную страницу сюда вот нам на youtube уже и эту трансляцию назвал ну во-первых шаббат шалом то есть субботнего мира божьего господнего дня божьего мира шалома всем вам дорогие друзья возлюбленные и дальше подписал в ожидании хануки и на иврите и насчет на арамейском на речи вот как минахах ханука на пишется очень красиво мне нравится вот такое написание само и арамейское очень интересное написание тоже она чуть отличается от диалекта так вот и интересно что сам хан сама праздник сам праздник сам праздник этот ханука он действительно в новом завете будем так вот косвенно многократно есть как бы такое откровение о хануке будем так говорить но именно напрямую лишь один раз в но во всем новом завете лишь один раз ханука она ну как вспоминается или как описывается это я имею ввиду события описанные в евангелии от иоанна в 10 главе там написано с 22 стиха значит что была зима иисус был в храме божьем в притворе соломоновым там где потом собиралась первая эта мессианская община с которой впоследствии выросла вся огромная река с небольшого ручейка до на вся огромная река родилась исторического мирового христианства слава богу это действительно чудо божье такое и друзья кстати да вот я даже на подпишу здесь вот в ожидании хануки праздника обновления то есть праздник обновления вот сейчас я со страницы киевская архипископия это еще одна страница здесь на на ютубе вот с нее написал тоже значит шаббат шалом возлюбленные друзья и написал что с 13 по 20 декабря в этом году мы празднуем хануку на самом деле в этом году да ханука она вот по календарю гражданскому да выпадает на такие даты с 13 по 20 число то есть уже 12 ну понимаете да что с вечера до вечера поэтому 12 декабря будем зажигать дамы и господа братья и сестры первые огни ханукальные огни хануки праздника обновления и на праздник обновления ведь именно он я думаю иисус ну не думаю конечно я убежден на все сто процентов что иисус он же был обычный еврей жил как все остальные иудеи значит и даже не просто даже как все остальные его семья была набожного религиозно очень они каждый год ходили на пасху в храм это было ну как бы для этой семьи обычным событием знаете ли то есть они все предписания иосиф был праведный праведен знаете ли он не был просто так обычным прихожанином будем договорить да обычным посетителем храма обычным посетителем синагоги а был именно праведным человеком и конечно же именно воспитывая иисуса и ишуа иосиф конечно все то доброе что было в его сердце как отца значит он вкладывал конечно же в сердце маленького ишуа маленького иисуса которого мы знаем как иисус христос ишуа ишуа машехейну знаю тебе но мы знаем так же что в 12 лет когда иисусу было и как раз приближалось время его бар митсвы который у мальчиков обычно да в 13 лет совершается ну хотя нет ограничений по возрасту насколько я понимаю хоть в 100 лет можно это совершить если есть в этом необходимость вот но как правило да вот в 13 лет уже совершается то что совершается мальчик уже становится мужчиной настоящим евреем и удивительная история конечно но иисус он потерялся в храме как будто бы потерялся затерялся то есть он он отстал и он остался в храме он остался с мудрецами мудрецы знающие библию хорошо задавали ему вопросы и удивлялись его ответом удивлялись его мудрости знаете ли это было да в храме божьем сегодня мы живем в эпоху третьего храма эпоха третьего храма она уже действительно на сегодняшний день даже показала что этот третий храм уже на сегодняшний день однозначно превзошел своей славой все то, что знала мировая история, все человечество знало до того, до нашей эры, как мы говорим. Слава и первого храма, и потом возрожденного второго храма из Киния блекнут по сравнению со славой этого великого храма. Храм Божий строится из живых камней ныне, и уже два тысячелетия эта стройка продолжается, стройка двух тысячелетий, дамы и господа, братья и сестры, стройка двух тысячелетий, и на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, строится великолепный храм Божий. Слава тебе, Господи! О, эта стройка тысячелетий, конечно, в своей истории много что видала. На этой стройке были очень разные, как говорится, и прорабы, и мастера, и работники. Порой, кажется, лучше бы они и не строили ничего. Знаете ли, порой такие были деятели в истории церковной. Порой стройка замирала и превращалась, казалось бы, в такой долгострой. А порой казалось в истории христианства, что вообще со стройкой покончено уже все. Это уже все заросло быльем, и просто-напросто разрушается то, что даже было созидаемо. И, в общем-то, казалось, что враг таки одержал победу над церковью. Но на самом деле, во все поколения, во все эти два тысячелетия, даже когда стройка, казалось бы, превращалась в строительство третьего храма, превращалась в такой долгострой, знаете ли, или в разрушение даже, все равно внимательный взгляд в историю заставляет нас видеть, что в каждый день все равно церковь жива. Даже если это двое или трое всего лишь вышли на строительную площадку и положили пару камней, все равно церковь жива, потому что церковь не обязательно это многомиллионные, знаете ли, собрания. Даже если двое или трое, собранное во имя его, это уже церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Даже если это совершается на фоне вселенского огромнейшего отступничества, апостаси, как мы говорим в православии у нас, отступления, то бишь. И нам, православным, как и всем христианам, независимо от конфессии, динаминации, как и всем верующим вообще в целом, действительно величайшим утешением и откровением является то, что мы живем в эпоху третьего храма, великий храм в Господе, основанием которого является сам Мессия Иешуа, сам Христос Иисус. Ибо никто, Павел пишет, помните, да, 1 Коринфянам 3, 11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Одно основание. И главою этого храма, его куполом, завершением является сам Иисус Христос. И по большому счету весь этот храм, это есть тело Мессии, тело Иисуса Христа. И то, что первые еврейские апостолы исповедовали, ту же веру апостольскую, христианскую мы сегодня также исповедуем. И в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Мы также ту же веру исповедуем и провозглашаем так же, как провозглашали первые его ученики. Так наши братья старшие. Мы сегодня также провозглашаем, уже в 21 столетии, что ни в ком ином нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры, обращаюсь и к тем, кто подключился, и тем, кто подключается, и тем, кто будет смотреть это все в записи. Потому что после каждой трансляции я стараюсь все сохранять и на Ютубе, на канале этом моем, все видео можно потом пересматривать. Те, кто подключается сейчас, я настоятельно рекомендую позже пересмотреть с самого начала все. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, скажу, что то, что Иисус на праздник Ханука сказал, на праздник, как написано о нем в Евангелии от Иоанна, в 10-м разделе. 10-й глава, 22-й стих, была зима, и Иисус был в притворе Соломоновым. И в 30-м стихе написано, Иоанна 10-30, Он сказал, Иисус Христос сказал, «Я и Отец одно». Давайте повторим вместе это, «Я и Отец одно». Слова Иисуса Христа. И в этих словах величайшая мудрость, да, Он и о своей сути сказал, сущности, ведь мы веруем, что Иисус Христос не просто пророк, не просто учитель, не просто наставник, не просто, знаете ли, чудотворец, а это Сам Бог всемогущий. Мы поэтому и говорим, Господь и Бог наш, и Спаситель наш, Иисус Христос, Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, величает и Церковь Православная, и церкви, все остальные христианские церкви, какие бы ни были бы направления, конфессии, величают Спасителя Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа. И действительно, Иисус Христос сам воскликнул однажды, я есть путь, Он сказал, и истина, и жизнь, и никто, Он подчеркивает, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. И апостол Павел, написав письмо к Тимофею, свое первое еще письмо, если вы помните, во второй главе в нашем исчислении, в нашей разбивке, на главы, пятый стих, начало шестого, написано, ибо един Бог и единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Богу! Друзья мои, братья и сестры, дамы и господа, благоставляю всех вас, во имя Господне. Сегодня вот так же шаббат, во-первых, да, суббота, значит, да, по-русски суббота, это в оригинале на еврейском это шаббат, и я так же назвал это, вот это включение, прямой эфир, как бы вот назвал бы в ожидании Хануки, в преддверии Хануки, Хануку, мы ждем Хануку в ожидании чуда, праздник света, мы еще Хануку называем еще Хакурим, то есть праздник, как бы, огня, огней, света, праздник света, можно так назвать. Вот, и хочу прочесть кое-что, если не против, значит, из книг Маковейских хочу прочесть кое-что, дело в том, что, из первой еще Маковейской, 4 глава, дело в том, что, значит, о празднике Ханука, хотя в Новом Завете рассказывается, говорится о празднике Ханука, но сам праздник возник еще, ну, почти за 200 лет до того, до событий, описанных в Евангелии Атеана и в других Евангелиях. Дело в том, что, потому что, значит, Новый Завет, да, Новый Завет, он, конечно же, это уже с приходом Иисуса, вот, но еще до пришествия Иисуса Христа совершилось великое чудо, которое и тогда Иисус вспоминал и ученики Его, и праздновал, и праздновали они все, вот, и сегодня мы, спустя вот эти два тысячелетия, мы по-прежнему празднуем и величаем Бога, и благодарим Бога за чудо, которое Он там, в Иерусалиме, в храме совершил, в том, ну, втором храме, будем так говорить, мы его так называем вторым храмом, потому что первый храм был построен, ну, был вначале Скиния, да, мы знаем это из Библии, да, потом Соломон, Бог доверил Соломону построить великолепный храм, вот, и затем по грехам нашим, вот, Господи помилуй, храм был разрушен, вот, это было очень тяжелым, страшным временем в нашей истории, Библию читаем, и мы проникаемся этой трагедией и понимаем, что это действительно было по нашим грехам, вот, потом было покаяние, потом было возвращение, и постепенное восстановление храма, хотя, когда храм начали отстраивать, и первоначально то, что отстроили, старики плакали, знаете ли, потому что по сравнению с тем, что они, они-то помнили старики, еще пацанами, уходя в плен, в рабство, знаете ли, они помнили былую славу того храма, и они видели то, что удалось построить нам сейчас, и, конечно же, ни в какое сравнение это не шло с храмом Соломоновым, и поэтому они плакали, но Бог утешал плачущих на Сионе, Бог утешал своим благословением, своим присутствием, и особенно Он нас утешил, конечно же, вот, лет за 200 до прихода Мессии, когда пришли враги, с одной стороны, была беда, и храм был осквернен, да, но затем был освящен, восстановлен жертвенник, жертвоприношение, и знаком такого божественного благоволения, благословения этого храма, посещения этого, мы так говорим, условно, второго храма, да, вот как бы, ну не условно, но вообще мы называем это вторым храмом, хотя это один храм Божий, собственно, да, но он как бы имел такую историю в начале Скинии, в Скинии, да, значит, тоже как бы это преддверие, начало храма, как бы, да, значит, потом, значит, образы такие, да, по образу небесного было создано, потом, значит, храм Соломонов, потом храм уже возрожденный, будем так, возрождение, вот, значит, и, так вот, видимым знаком Божьего благословения этого храма было чудо, которое мы будем вспоминать вот в этом году, я напоминаю, вот с 13-го, вот, по 20-е декабря в этом году, с 25-го числа месяца Кислеф, сегодня 7-е число месяца Кислеф, ну, по гражданскому календарю 25-е ноября 2017-й год, по календарю библейскому исчислению, будем так говорить, да, это 20-е, сегодня 7-е число месяца Кислеф, 5778-го года, если считать от сотворения мира, согласно библейской хронологии, вот, то есть, да, завершается уже, подходит к концу шестое тысячелетие, 5778-й год уже вовсю, да, уже третий месяц этого года, если считать от сотворения мира, вот, и, значит, дамы и господа, братья и сестры, вот, и видимое благоставение, ханукальное чудо, в чем заключалось, что елей не прекращался, масло, которое залили в лампады, да, значит, то действительно оно, так, масло-то елей, оно не прекращалось, вот, кстати, да, я включил прямой эфир, телефон прямого эфира, кстати, запишите тоже, значит, 09696, еще раз, потом 26675, повторяю, 0969626675, это телефон прямого эфира, значит, и вот прямо сейчас пришло смс-сообщение, да, минуту назад, получается, ваш рахунок пополнено на 55 гривен, дякуем еще вы с нами, Киевстар сообщил мне сейчас, что пришло на счет 55 гривен, слава Богу, благодарю Бога за это пожертвование, потому как, для тех, кто не в курсе, может быть, этот же номер Киевстар, который вы сейчас записали, я продиктовал который, да, этот же номер, он, как сказать, как карточка у меня, то есть, люди имеют возможность положить деньги на этот номер, вот, и я имею возможность, значит, эти деньги снять через услугу новой почты, значит, вот, и это очень важно, потому что не только молитвами, слава Богу за ваши молитвы, за меня, за мое служение Господу, я это очень ценю и очень дорожу этим, и мне очень часто пишут братья и сестры, мы молимся за вас, пишут баптисты, баптистские целые общины пишут об этом, я очень рад этому, пишут харизматические разные церкви, пишут, я очень рад этому тоже, пишут адвентисты, братья отдельные, целые общины тоже, мы молимся за вас, я говорю, слава Богу, спасибо огромное, братья и сестры, пишут, не знаю, методисты, и не только пишут, самое ценное, когда мы встречаемся, на пути жизненном, допустим, общаемся, и действительно слышу такое, что мы молимся за вас, много уже лет уже молимся за вас, за ваше служение Господу. Мы говорим, братья, слава Богу, это очень ценно. И Библия учит нас не только словом любить и поддерживать друг друга, но и делом, значит, это очень важно, и делом можете поддерживать таким образом с территории Украины, хотя сейчас век интернета, можно, в принципе, с любой стороны это сделать, я так понимаю, на счет положить деньги, значит, и я имею возможность снять эти деньги, значит, на служение Господу, значит, если вы в Киеве, то приходите на собрание, завтра у нас будет собрание здесь в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, вот, и, значит, как еще, ну да, в общем-то, в общем-то, как-то так. Вот так вот. Слава Богу за все, пусть Господь благословит. И также пишут мне СМС-сообщения, правда, когда я, значит, в поездках, не всегда я имею возможность прочитывать сразу СМС-сообщения, я поэтому, как бы, извиняюсь, но во время эфиров я все время включаю, однозначно, этот номер, во время прямых включений эфиров я включаю, потому что часто люди пишут там какие-то, ну, допустим, тоже и пожелания, и вопросы, на которые я стараюсь во время эфиров отвечать. Для меня это тоже очень важно, быть вам максимально полезным. Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры, пусть Бог благословит. И хочу прочесть такие, прочту из книги неканоничной, маковейской книги, это в православной традиции мы, конечно же, православные христиане, мы не считаем эту книгу Богу вдохновенной, но она историческая книга и очень полезная вот именно своими историческими фактами. Как книга вероучительна, она, конечно, не выдерживает порой критики, но как книга именно историческая, она очень цена для нас, как для верующих людей, независимо от нашей конфессии. И вот, читаю из книги Маковейской, с первой главы, с первой, Маковейской, четвертой главы. Иуда же и братья его сказали, вот враги наши сокрушены, войдем, очистим и обновим святилище. И собралось все ополчение, и вошли на гору Сион, и увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в приворотах, в притворах, как в лесу или на какой-нибудь горе, поросли растения, и хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Дело в том, что действительно храм был осквернен, разорен. Кстати, интересное совпадение. Ровно за три года до этих вот событий Хануки, ровно за три года до того, Антиох Епифан, да, этот нечестивец, один из прообразов Антихриста, знаете ли, носитель духа Антихриста, он хотел полностью искоренить религию еврейскую, иудаизм как таковой хотел искоренить, и саму веру Авраама, Исаака, Якова уничтожить, искоренить Тору, Библию убрать вообще из памяти людской. Знаете ли, это действительно очень было тяжелое время. Да, вот пришло еще сообщение, тоже. Бабушка Наталья, а, пишет, бабушка Наталья благоставила вас 55 гривен, и просит молиться за здоровье. О, слава Богу, за бабушку Наташу. 77 лет ей, а, давление и сердце с Господом. Слава Богу. Бабушка Наталья, да. Я, если вы слышите, значит, или передайте, по крайней мере, бабушке Наталье, благоставляю ее. 77 лет, хороший возраст, такой, знаете ли, уже зрелый возраст. 80 лет Маше, Моисей Пророк, получил свое призвание, он вошел в свое призвание, он получил служение от Господа. 40 лет он был в Египте, потом 40 лет в пустынях, и вот, когда ему исполнилось уже 80 лет, уже такой зрелый мужчина был уже, Бог его призвал к служению великому. И он еще целых 40 лет служил Господу в великом служении. И то, что было его в первых 40 лет его жизни, об этом мы так вспоминаем, но это не сделало его великим в истории. Потом вторая часть его жизни, да, вот тоже 40 лет, они тоже были, ну, конечно же, значительными, о них еще меньше известно, и, в общем-то, они тоже не сделали его великим. Но последние 40 лет его жизни сделали его великим просто-напросто, действительно. И до сих пор мы с благодарностью Господу вспоминаем его светлую память, чтим и благодарим Бога за великого мужа Божьего. И, знаете ли, молюсь и благоставляю сейчас бабушку Наташу Наталью, пусть Господь благоставит ее, и пусть к 80 годам будет ее здоровье и физическое, и духовное крепко, так, чтобы она могла слышать Господа и могла отвечать на его призвание и служение совершала. Слава Богу, пусть Господь Бог благоставит. Ну и как, в еврейской традиции у нас принято говорить до 120 лет, Мазалдов, до 120 лет. Наши пожелания, 120 лет, да, это действительно так. Ну, конечно, не будем Бога ограничивать. Позапрошлый шаббат я был в еврейской общине, и один брат там сказал, а я вот хочу дожить до 119 лет. Так, сидим, молчим, потом, говорю, один брат спросил, а почему, почему не 120, как вот обычно у нас у евреев принято пожелать? Почему 119? Ха, брат ответил так. А чтобы на моих похоронах, говорит, прозвучало следующее, безвременно ушел от нас. Думаю, молодец, слава Богу, да, интересное его пожелание. Но я все-таки хочу, чтобы не звучало на моих похоронах безвременно ушел, а чтобы действительно было 120. И чтобы было так, как и у Маше, чтобы действительно, как Моисей, он и в 120, и на гору взошел, знаете ли, значит, и там с Господом был. Да, конечно, в новозаветное время мы уже не за даже года говорим жизни этого земного бытия, мы говорим вообще о вечности, о вечной славе. Кстати, Моисей, он же в вечной славе Господа. Слава Богу. Прекрасно. И там на горе преображение, именно как раз, именно вот Моисей и Илья с Мессией, с Машехом беседовали. И три свидетеля было, три ученика видели все это. И они передали нам это все. Слава Богу. И Петр писал потом впоследствии послание, что там на Святой Горе, да, мы были на Горе этой, да, да, и от велелепной славы принесся глаз. Ой, слава Богу. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, и бабу Наташу, и всех-всех-всех во имя Господне. И, значит, и возвращаюсь снова в книгу, значит, Маковейскую, рассказывающую о празднике Ханука, о празднике обновления. И храм был осквернен за три года до этих событий. И вот еврейские, эти патриоты, они взошли на гору, они увидели все оскверненно, они видели все поросло уже, бельем, что называется, они видели осквернен этот храм, жертвенник, и дальше было покаяние, они вопили к небу, трубили трубами, кричали, кричали, вопили к Богу, не просто кричали, даже вопили к небу. И после того, как они повопили, просто каялись, да, тогда отрядил Иуда, он тогда был лидером патриотов, лидером этого и восстания, и, в общем-то, возрождение такого еврейского, да, действительно возрождение, их прозвали Маковеи, от еврейского слова Макаби. Маковеи у нас, ну, в нашей православной культуре, обычно мы летом вспоминаем, да, конечно, про Маковеи, в августе, да, точно, помните, да, даже многие бабушки в храм несут маг светить, знаете, наверное, да, даже, к сожалению, некоторые нечестивые люди даже злословят порой нас в православных и говорят, вот ему праздник наркоманов, но на самом деле к Маку никакого отношения не имеет, значит, праздник Маковеи. Да, Аллилуйя, слава на Вике, Богу Святому, Аллилуйя, приветствую вас, отец Алексей. Да, дякую, дякую. Это, короче, в скиге у вас будет. Да, давайте мы сейчас через полчасика созвонимся, хорошо? позвоните. Через часик, полчасика я буду спать. А, все, понял. Давайте, значит, так, вот вы как проснетесь, так и приезжайте, хорошо? Ну, как приведешь себя в порядок? Как проснетесь, у кики, у кики винг будет? В 19 винге? Да, часов в 7 он будет здесь, в Киеве. Поэтому, но лучше пораньше, чтобы мы могли хотя бы часик, там 2? В 18 я буду управлять. А может пораньше? Может пораньше, а может в 18. Хорошо, добренько. Я не знаю, потому что я сейчас уже, вот сейчас таки, меня Галя, ну, мы едут на базар, и я уже спам на базаре. Понятно, все добренько. Давайте тогда на 18 часов, да, пообщаемся как раз, да, и благоставляю вас, значит, и прямо сейчас благоставляю вас, в прямом эфире благоставляю вас во имя Господне. Вот. Отдыхайте, насыщайтесь Богом, и во сне пусть Бог удаст откровение вам тоже. Благоставляю ваш сон, отдых. Все с Богом. Да, это был наш благочинный, он после ночной смены, понятно, суток дежурств, поэтому он сейчас, конечно же, даже по голосу слышно было. Я вначале подумал, что дать ему слово, чтобы он тоже благоставил вас, но пусть Господь сейчас даст ему покой и отдых. Благоставляю Алексея Ивановича, нашего благочинного священника здесь в Киеве, отца Алексея, благоставляю во имя Господне. И всех вас благоставляю во имя Господне. Пусть Бог даст отдых, покой, шалом свой. Шаббат шалом, мир Господний. И вот, дальше, значит, я вот остановился на том, что слово Макавей, Макавей, да, слово Макавей никакого к Маку отношения не имеет вообще-то. Это от еврейского слова Макаби. Значит, Молот, Кувалда. Ну, там как бы есть разные даже версии, почему Макаби, почему Кувалда, Молот. Одни говорят, что, ну, есть такое мнение, что, значит, у него было оружие, Кувалда, знаете ли, Молот. Ну, оружия не было фактически, страна была разоружена, значит, захватчики, оккупанты тогда греко-сирийские, они все подчистую забрали у евреев, чтобы не было никакого сопротивления. Поэтому первым оружием были вот рогатки всякие, значит, как говорится, косы, там, что там, значит, могли быть, значит, вилы, там, значит, вот им Молот. Значит, да, вот, по другой версии есть мнение, что, значит, это у него была такая крепкая еврейская рука, знаете, как Молот, как кувалда, что говорится, с одного удара быка валил, как раньше говорили, знаете ли, вот такой был, еврейский богатырь такой был, значит, а может быть, я так понимаю, и то, и другое имеет место быть, имело место быть, может, он был и здоровый такой, действительно, что с одного удара там валил оккупантов с ног, значит, и Молот у него был, наверное, оружием, я не знаю, но, по крайней мере, Иуда, Иуда очень сильно прославился среди повстанцев, он был героем, и дело отца своего, Матитягу, он продолжил, значит, именно, как реформатор, как именно, вот, такой герой, лидер этого партизанского движения, тогдашнего, вот, и знаете, что, значит, дальше, было покаяние, читал, да, и вот этот Иуда, значит, отрядил мужей воевать против находящихся, находившихся в крепости, там еще были еще враги, вот, доколе он очистил, очистит святилище, и избрал священников беспорочных, ревнителей закона, они очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место, взяли камни целые по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему, там же вот, да, потом устроили святыни, и внутренние части храма, и осветили притворы, устроили новую священную утварь, и внесли в храм минору, значит, знаете ли, считается, что из-за того, что у них не было столько финансов, возможностей, поэтому первая утварь была вообще железная, да, была сделана из железа, а потом уже впоследствии она была заменена, конечно, золотой уже, а минора была изначально, вот, они все, что могли собрать, они собрали, и сделали уже золотую минору, и алтарь всесожжений, и воскурений, и стол хлебов приношения, и воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильники на миноре, и осветили храм, и положили на стол хлебы, и развесили занавесы, и окончили все дела, которые предприняли, в 25 день 9 месяца, этот месяц скислев, вот нынешний месяц кисслев, значит, сейчас 7 число месяца кисслев, почему написано 9 месяца, потому что, если считать от сотворения мира, от праздника труб, да, или мы называем это еще рожка шана, значит, то, а библейский, это праздник труб, Йом Труа, так вот, если от Йом Труа, то третий месяц, а если считать от Песоха, от Пасхи, ну, как вот сам Бог-то и повелевал, помните, да, значит, в Торе, в Библии он говорил, что месяц сей, лунь, которого Бог вывел нас из Египта, из рабства, да будет у вас начало месяцев года, если считать в библейском, именно Божьем исчислении, да, вот именно от исхода, то это будет 9 месяц нынешний, так вот, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике, всесожжении, в то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, пирами, гуслями, кимвалами, и весь народ падал на лицо свое, и молился, и посылали благодарение на небо, благопоспествовавшим им, так совершили обновление жертвенника, 8 дней, значит, с весельем, принося всесожжение, да, 8 дней было ликование, знаете ли, 8 дней горела эта минора, знак такой был Божьего благоволения, чудо вот этого храма, возрожденного, восстановленного, возрожденного и восстановленного, возрожденного при еще покаянии, и строительстве новом, и обновленного, вот как раз вот в этот день, вот, и интересно, что, 8 дней, есть такое мнение, что из-за того, что суккот, праздник кущей, не смогли, в общем-то, отпраздновать в свое время, значит, потому что из-за того, что вот так и так получилось, понимаете ли, вот была оккупация, были захватчики, которые не то чтобы праздновать, жить-то не давали евреям, знаете ли, вот, и поэтому все иудеи, вот, праздновали, ликовали, именно вот, по сути, в Кислеве празднует то, что вместе с Тешири, обычно мы празднуем, да, библейский, праздник суккот, или поставление кущей, 8 дней как раз, да, так вот, дальше написано, с весельем, да, принося все сожжения, и вознося жертву, спасения и хвалы, и украсили переднюю сторону храма, золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота, и хранилища, и сделали для них, их двери, и была весьма, весьма великая радость, в народе, и отвращено было поношение язычников, и установил Иуда, и братья его, и все собрание Израиля, чтобы они, чтобы дни обновления жертвенника, празднуемы были с весельем, и радостью, в свое время, каждый год, 8 дней, от 20, от 20, а, от 20 числа месяца кислева, вот так вот, да, хорошо, друзья, еще что можно прочесть, но я думаю, что, сами чтения продолжим потом уже, собственно, уже чуть дальше, в преддверии, вот, а по поводу трансляции, сегодня, я думаю, получится все-таки у меня выйти трансляцию, но Алексея Ивановича, вы слышали, да, не будет, он придет попозже, получается, или под конец уже трансляции, может быть, как раз, застанете его тоже, наверное, так и попрошу, как раз его благоставить, тоже, да, вот, в 17.00, по киевскому времени, по московскому, это получается, в 18.00, я стараюсь делать каждый раз трансляции, слава Богу, пусть Бог благословит вас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благоставляю, во имя Господне, да, сегодня, вот, две свечи у меня горят, здесь, значит, помни и охраняй, помни и соблюдай, леха доди, еще отдельно, одна свеча горит у меня, сегодня, четвертая суббота, ноября, в Украине, здесь у нас празднуется еще, не празднуется, это неправильное слово празднуется, еще, есть ведь не только праздничные даты, да, есть какие-то скорбные даты порой, и в жизни Израиля, в истории Израиля, и в истории любого народа, есть свои какие-то скорбные даты, и вот так получилось, что на сегодняшнюю субботу выпала такая, и, ну, будем договорить, скорбная дата тоже, и сегодня зажигаем свечи, значит, в своих домах, воспоминая жертвы голодного мору, или голодомору, выражение такое есть, вот такая трагедия в истории, значит, Украины, в 20-го столетия, никогда в истории, тысячелетней истории Украины, никогда не было голода, земля, здесь такая, знаете ли, плодородная, Бог дал такую землю, потрясающую, украинскому народу, на планете очень мало, ну, будем так говорить, земли, которая могла бы сравниться по богатству своему, именно, с землей Украины, это огромнейшее богатство, это огромнейшее, просто, благоставение, и, знаете ли, для того, чтобы голод был на этой земле, ну, по-человечески, естественным образом, это было просто невозможно, поэтому сделали это нечеловеческим образом, вот, но это уже другая история, печальная история, скажу лишь, что, молюсь сегодня, также зажигаю эту свечку, свечу эту зажег, зажег, и вчера зажигал тоже, значит, поминальную, и, знаете ли, я не только вспоминаю жертвы голодомора, я молюсь о том, чтобы, знаете ли, чтобы человек оставался всегда человеком, чтобы никогда, больше подобный, геноцид подобный не совершался, не повторялся, чтобы, да, в Библии говорится, конечно, и глады, и моры, все это говорится, это происходит, к сожалению, да, но в Библии говорится, что перед пришествием Христа исполняются еще и другие пророчества, не только страшные и плохие пророчества, но и хорошие пророчества тоже исполняются, и самое хорошее пророчество тоже исполняется в Украине сегодня, небывало, неслыханно, что проповедано будет все Евангелие Царства, Всем народам, во свидетельство им. И сегодня, и тогда придет конец, благословенный конец, слава Богу, благословенное завершение истории земной и начала истории небесной, истории великой, новой земли и нового неба. Слава Богу, мы ожидаем этого времени и с нетерпением уже ожидаем, знаете ли, и говорим, гряди Господи Иисусе, приходи, возвращайся Господь Иисус Христос, мы ждем Тебя, церковь ждет Тебя, народ Твой ждет Тебя. Вот, и сегодня благоставляю всех вас в молитве, благоставляю сегодня Иерусалим, город великого царя, благоставляю, да, и столицу Израиля, благоставляю само государство еврейское, благоставляю Израиль, благоставляю сегодня Киев, здесь над схылами Днепра, хайлуная песня, завжди Иисусу слава, Иисусу слава. Благоставляю всю Украину, благоставляю украинский народ, многострадальный народ, благоставляю все народы, все народы нашей многострадальной и страдавшейся земли, потому что вся тварь, все творение стянает и мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. И величайшее откровение, Евангелие Христа Иисуса, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, исцеления нет другого, ни в чем другом, нет ни исцеления, ни спасения, кроме Спасителя Иисуса Христа. Знаете ли, друзья, который есть свет к просвещению всем народам и слава народа своего Израиля. Благоставляю всех вас словами благословения священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть Бог Авраама Исаака Якова, наш небесный любящий Отец, благословит всех нас во имя Господне, благословит всех своим святым присутствием, своим благословением. Шаббат Шалом Господь, Бог Святой, поздравляю тебя с твоим праздником. Спасибо за эту великую честь быть приглашенным на твой праздник. Паки и паки, снова и снова. Раз в неделю прихожу я к тебе Господь на этот праздник твой и благодарю тебя. И провозглашаю, что этот мир тобой сотворенный тебе поклоняется, и при тобою я склоняюсь и славлю тебя. Благословляю великое имя Твое, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Благослови эти дни ожидания Хануки. И пусть третий храм, храм тела Мессии, в эпоху, в которой мы живем, храм из живых камней, имеющим основание Иисуса Христа и куполом, завершением самого Иисуса. И весь этот храм есть тело Твое, будет благословлен, будет освящен, будет обновлен. Великая Ханука пред Твоим святым пришествием да совершится в храме третьем. Слава Тебе, Господь, за все. Благослови народ свой миром. Шаббат шалом, дорогие друзья. Шаббат шалом всем святым по всему лицу земли. Шаббат шалом. 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 Продолжение следует...